Если на рыбалке вы пользуетесь вот такими вот колокольчиками, то самый простой и оптимальный способ их крепления к леске, это взять вот такой вот кусочек толстой резины, в нем сделать небольшой вот такой вот прорез, тогда этот колокольчик будет очень отлично крепиться к любой леске, хоть на закидушке, хоть на донке, и отлично работать. И при поклевке вы всегда его легко сможете вот так вот снять. Резинку я эту прикрепил при помощи обычного винтика, но этого делать не обязательно, тут можно прикрутить даже обычной проволокой. Если же вы пользуетесь на рыбалке вот такими вот бубенчиками, то по моему мнению самый оптимальный способ их крепления, это взять обычную вот такую вот стяжечку, при помощи изоленты, либо как я вот при помощи силиконового кольца, прикрепить ее к стоечке удилища, сделать здесь такую же рогаточку на краю, после этого где-то на рыбалке зацепили вот так вот бубенчики, забросили допустим свое удилище, дальше цепляете, также это все дело к леске, и вот такой хомутик, он срабатывает как и на подъем, так и на ослабление, то есть при ослаблении он будет у вас падать книзу, на подъем так же работает. Хватаете удилища, эта вся конструкция остается у вас на месте. Если вам вообще не охота не снимать, не одевать колокольчики или бубенчики, достаточно сделать вот такую вот конструкцию, это резиновая трубочка мягкая, в нее вставлен кусок обычной проволоки, и вот так вот немного загнутый, ставите сюда удилище, оно у вас срабатывает как амортизатор, цепляете с одного края бубенчик, закинули, поставили удилище в поклевочке, колокольчик срабатывает, подсекаете, остается все на месте. Можно также объединить, как я вот это сделал, чтобы у вас срабатывал сигнализатор в обе стороны, цеплять вот сюда вот колокольчик. Вместо резинки здесь у меня использован крокодильчик, на который одеты кембрики, чтобы не повредить леску. Не на всех спиннинговых удилищах есть вот такое вот полукольцо, для фиксации блесен, допустим, при транспортировке, ну, переходе с места на место. Это лечится очень легко, берется обычное заводное кольцо и какой-нибудь маленький хомутик. Ставите, стягиваете, и у вас получается вот такое вот замечательное колечко, которое уже вам будет служить верой и правдой. Для транспортировки спиннингового удилища очень удобно использовать вот такую вот липучку, с одной стороны у нас крючками, с другой стороны с волокном. Вот так вот спокойненько обматываете все это дело и фиксируете. Для одного спиннинга вам потребуются две таких липучки. Одну крепите сверху, одну снизу, и у вас уже удилище надежно зафиксировано, можно выложить, допустим, в чехол. Иногда на рыбалке теряются верхние заглушки от маховых удилищ. Это также легко исправить, взяв обычную винную пробку подходящего размера. Если она будет чуть больше, ее можно немного всегда подточить и ей спокойненько закрывать вверх. Сюда я также одел какую-то пластмассовую крышечку. Все очень просто и эффективно. Когда обычную стоечку невозможно где-то воткнуть в грунт, допустим, берег каменистый или бетонный, достаточно взять вот такой вот кусочек полипропиленовой трубы, в нем просверлить одно отверстие сквозное перпендикулярно и два приблизительно под 45 градусов в наклон от верха ближе к краю. Отверстия должны быть диаметром с верхнюю частью вашей стоечки. Дальше вставляем в эту трубочку три наших стойки и у вас получается вот такая вот замечательная тренога, которую вы всегда сможете использовать именно на таких грунтах. Чтобы такая трубочка у вас всегда была под рукой и никуда не потерялась, ее с легкостью можно одеть вот так вот на любую из ваших стоечек и снизу зафиксировать силиконовым колечком. Она и мешаться не будет, и вы всегда, можно сказать, будете с треногой. Наверное, самый лучший из самодельных поплавков вы можете сделать буквально за несколько минут, взяв обычную палочку от воздушного шарика, разделив ее напополам. Они бывают разных цветов, материал очень-очень крепкий, можно сказать, неубиваемый. Дальше берете обычный клей от клеевого пистолета. Можете использовать клеевой пистолет, можете нагреть его просто зажигалкой и забить верх и низ у этих трубочек. Дальше одеваются кембрики, и у вас получаются практически неубиваемые, хорошо на воде заметные рыболовные поплавки, что-то наподобие гусиного пера. Если у вас есть строительный фен, также можно нагреть края у этой трубочки, немного вытянуть, вставить колечко и здесь также вытянуть и заплавить краешек. То есть получается уже точная копия гусиного пера. Для хранения и транспортировки блесен, мормышек, воблерочков, ну и так далее, можно использовать вот такой вот пенальчик. Это в прямом смысле обычный дешевый детский пенал. Просто я в него вклеил вот такой вот материал пористый. И все, сюда можно что-то накалывать, крючочки, блесенки, ну и так далее. Вот такая вот интересная штучка получилась. Легкая и удобная. Для зимних мормышек я использую вот такую вот более маленькую коробочку. Ну и напоследок вот еще одна идея. Если у вас достаточно тонкие удилища, на них можно надеть вот такие вот велосипедные ручки. Продаются они в спортивных магазинах, где есть отдел для велосипедов. И стоит такая, ну приблизительно чуть меньше 100 рублей. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.